Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наконец-то в Забайкале наступило оптимальное время уборки такой важнейшей для нас продовольственной культуры, как картофель. И бесспорно, по этой причине, больше внимания сегодня в программе я буду посвящать именно ему. Ну а заодно и посмотрим, какие другие виды работ нас ожидают на участках в ближайшие дни. Музыка Сад. Ну, в принципе, в эту субботу-воскресенье особо серьезной работы в саду у нас нет. Листопад на деревьях еще не начался, вот так выглядит яблоня, пожелтение листьев только наблюдается. Ну вот у жимности есть некое явление листопада, но тоже незначительной степени. Что касается полива, давайте сэкономим на этом, потому что полив мы будем делать в конце сентября, а в начале октября, это будет завершающий, так называемый, влагозарядковый осенний полив. Но единственное, на что обратить внимание, следует, на мой взгляд, это на сорняки в присвольных кругах. Вот эта цветочная культура, у нас просто самосев происходит, дикая виола, но она украшает, как бы, участок, присвольные круги, поэтому я не трогаю. А вот завещатка средняя, или, как говорят в народе, мокрец, такой вредоносный, очень сорняк, значит, ну, обсеменения его не будет, потому что он зеленый, так что засоренность в присвольном кругу не увеличится. Но, тем не менее, все-таки, я думаю, можно в перчатках выдрать, в буквальном смысле, вот эту завещатку и использовать ее на дно парника или в компостную яму. Не могу не показать, уважаемые телезрители, как выглядит вьющаяся смоленская земника. Показываю повторно. Я вам говорил, что цыплят по осени считает, как известно, поэтому результат налицо. Удивлен сам, что, посмотрите, какое обильное плодоношение в середине сентября. Причем ягоды очень крупные и ароматные, по-прежнему, чем-то даже напоминают вкус ананаса. Для себя я сделал вывод, конечно, это не вьющаяся земляника. Посмотрите, вот высота здесь 50-50 сантиметров, есть витки. Ну, может быть, у нас за Байкале короткое лето, но, тем не менее, плодов дальше практически нет. Все они внизу, это первое. Ну, и второе, то, что ее надо размножать. Теперь для меня самое главное, укрыть ее хорошо на зиму. А в следующем году я хочу посадить уже, может быть, часть оставлю здесь, а часть посадить на гряде. Так что, если вы заинтересовались данным сортом земляники, его можно выписать через интернет-магазин «Бекер». Огород. Но есть еще культура у нас в регионе, за которыми мы продолжаем ухаживать даже в середине сентября. Прежде всего, это разные виды капусты, белокочанная, краснокочанная, цветная, в меньшей степени кальраби. Вот так выглядит капуста брокколи. Чем она хороша? Что мы уже убираем урожай вот на этом растении почти два месяца. Постоянно обламываешь вот эти плоды, которые используются в пищу. Очень ценные, кстати, брокколи, как вы знаете. И нарастают сбоку новые. Поэтому выглядит она сейчас хорошо. Я ее полил. Надеюсь, что сбоку еще есть соцветие вот здесь вот. И урожай мы дальше будем продолжать собирать. Ну, а что касается белокочанной, краснокочанной капусты, обязательно ее нужно еще полить. Другие овощные культуры, которые нам предстоит еще поливать, это салатные. Я считаю, что свекла и морковь. Правда, это зависит от типа почвы. На глинистых почвах полив столовых корнеплодов можно не делать. Вот так выглядит на сегодня листовая петрушка, листовой сельдерей. Салат листовой. Ну, и знаменитая салатная культура руккола. Ну, источник витаминов. Замрозок здесь был, конечно, на минус одного, но они прекрасно выдержали. Поэтому, почему бы не полить и при необходимости, кстати, закрыть нетканым клювным материалом. И можно, наверное, до конца сентября, в зависимости, конечно, от погодных условий, кушать свежую витаминную продукцию. Ну, следующая культура. Свекла, здесь заморозок, конечно, побил немножко листья, но нижний яйц он цельный. Сейчас убирать просто я не вижу смысла. Исходя из прогноза, похолодания или заморозков до минус пяти градусов не будет. Поэтому думаю, что подержать еще надо. Ну, вот на песчаной почве здесь я, например, произвел полив. И, наконец, морковь. Здесь разные сорта, но здесь я проверил, как бы есть еще определенная влага в почве. Ну, сейчас вегетация моркови, она практически уже не идет. Но пусть лучше корнеплоды вместе с растением находятся на грядке. Чем их убрать рано и затем где-то хранить. Хотел бы обратить ваше внимание, впервые изучая сорт Сузбекистана. Это необычный сорт, желтой такой моркови. Короткоплодная, как видите, но округло-овальная. Удивительно сладкий вкус. Ну и самое главное, мне ее привезли для чего? Для того, чтобы использовать при приготовлении плова. Это специальный сорт узбекской моркови для плова. Советую вам испытать. Ну, я название, к сожалению, не знаю, но морковь узбекская. А вот так выглядит еще одна однолетняя декоративная культура. Правда, с двойным назначением. Фасоль вьющаяся, можно использовать, в принципе, пищу. Вот красные цветки, это уже последний. Конечно, заморозок повредил данное растение. Но наша задача взять плоды бобы на семена. Вот, посмотрите, зрелый боб, а это недозрелый. Здесь бесполезно, конечно, даже оставлять не нужно. А здесь мы посмотрим, как выглядят семена. Вот, посмотрите. Все нормально. Вот эти два семени, они вызрели. И в следующем году дадут превосходные исходы. Так что выращивайте. Она очень здорово украшает участок. И, наконец, клематис желтый. Напоминаю, что это единственный вид клематиса многолетнего растения, который зимует у нас в превосходном условиях Забайкаля. Даже здесь при минус 40 градусах. Ну и при высоте снежного покрова 10-15 сантиметров. Но в настоящее время мы видим, что он выдержал заморозок. Еще есть цветки, вот они здесь наблюдают. В то же время здесь уже завязались плоды. Они вызруют. И в следующем году будет здесь просто на этом растении огромное количество. Листья опадут. Считая, что выращивать у нас на участках его необходимо, и поднимать вверх можно даже еще и выше, до высоты 3-4 метров. Он здорово украшает участок. Повторяю, это многолетнее растение. Ну а если вам нужны семена, обращайтесь, могу подарить. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, поговорим о втором хлебе, о картофеле. К сожалению, урожай данной культуры в Забайкале в этом году невысокий. Мы еще раз убедились в том, что если нет осадков в августе, урожая картофеля уже не жди. Поэтому те картофелеуды-любители, которые поливали свои плантации, они, конечно, останутся с урожаем. Но при этом очень жаркая погода за 30 градусов тоже не способствовала нормальному росту развития картофеля, потому что для него оптимальная температура 20-22 градуса. То есть культура умеренного климата. На этом участке у нас испытывалось 24 сорта. Из них 6 вообще новых сортов. И я хотел бы показать, как они выглядят. Но в целом здесь при 4-х поливах все равно урожай процентов на 20 ниже, чем в прошлом году. Итак, посмотрим, как выглядят отдельные сорта картофеля. Дождались. В Садеме распродажи семян. Скидка 50%. Проволочник для клещей. В Садеме все для защиты от вредителей и болезней. Дождались. В Садеме распродажи семян. Скидка 50%. Ну вот так выглядит сорт немецкой селекции Зикура. Фактически дочь знаменитого сорта Адрета. Но по вкусовым качествам Зикура, конечно, уступает Адрете. Но, кстати, не очень много. А по урожайности и лёжкости при хранении превосходит. Ну, клубни красивые такие, удлинённые, жёлтые. Мякоть тоже жёлтая. Ну, я, в принципе, показываю вам крайние кусты. Но, если судить по крайним кустам, то урожай неплохой. Зикура. Сорт кемеровской селекции Накро. Нарымская, крахмалистая. В одном гнезде четыре клубня. Они такие плоские по форме, или округлоплоские. Розоватые. И мякоть здесь белая. Накро. Кстати, в 2008 году этот сор был признан лучшим на международной выставке в Подмосковье в Институте картофельного хозяйства. Нарымская, крахмалистая или Накро. Два сорта голландской селекции. Конкорд и кондор. Мы выращиваем на участке здесь давно. Это сорта исключительно для жарки. Если зикуру и Накро можно варить, значит, в мундирах, или так просто круглую, то эти сорта, благодаря другому биохимическому составу, они, в общем-то, и выведены для жарки. Вот сорт конкорд клубней здесь примерно 7-8. Удлиненные формы. Красивые клубни, в общем-то. Но в этом году из-за позднего полива земля налипла на клубни. Сорт конкорд. Но есть у него небольшой недостаток. Если дождей в авости много, то может проявляться фитофтороз. Нарикосмен по клубням, по массе клубней. Это кондор. Знаменитый голландский сорт. У меня рекорд был 1,8 кг. Но я за рекордами здесь не гоняюсь. Но в гнезде бывает немного. Посмотрите, такая розовая, даже немножко красноватая кожура. И светло-желтая такая мякоть. Кондор очень хорош для жарки. Но и прекрасно его копать. Потому что в одном гнезде буквально 3-4-5 клубней. И практически нет мелких клубней. И, кстати, он плохо размножается из-за этого. Приходится затем резать крупные клубни. Итак, кондор. Единственный в моей коллекции американский сорт шепард. Просто удивил меня в этом году. Посмотрите, в гнезде 4 клубня. Три из них исключительно крупные. По 200 граммов, наверное, и более. И один средний. Но шепард – это универсальный сорт. Его можно и жарить, и варить. Конечно, по крахмалу он будет уступать. Не только Адрити, но и Накри, и Зекури. Но, посмотрите, хорошая урожайность и хорошая лёжкасть при хранении. И, в принципе, неплохие вкусовые качества. Американский сорт шепард. Ну, а вот так выглядит лучший сорт советской селекции. До сих пор непроизойдённый для засушливых зон волжанин. Особенно он хорош при выращивании на пашне. Но у нас возделывается в Бурятии с 50-х годов. То есть, очень давно. И хорош своими вкусовыми качествами, высокими урожайностью, лёжкостью при хранении. Но у него есть недостаток существенный, что если внести перегной, то крупные становятся очень крупными, и внутри появляется дупло. Поэтому этот сорт не любит унавоженные перегнойные земли. Прекрасно растёт на пашне. Сорт волжанин. Повторяю, один из самых устойчивых сортов в мире. Рядом с ним голландский сорт скарлетт с красивыми клубнями. Жёлтая мякоть у него. И снаружи красный. Ну, скарлетт хорошо себя проявляет в Иркутской области, например, на глинистых почвах. Есть ещё сорт ред скарлетт и скарлетт, они отличаются. Этот сорт для жарки, в отличие от волжанина, который, кстати, можно варить так же, как и адретту, в мундирах и в круглом виде. И волжанин имеет превосходные вкусовые качества. Скарлетт только жарить. Ну и, наконец, знаменитая адрета. Её видно сразу. Вот несколько рядов. Посмотрите, какие стебли в ней высокие. Потому что этот сорт выделяется именно как раз небольшим количеством стеблей в кусту и большой высотой. Повреждён заморозками, но это отдельный куст зелёный. Значит, в гнезде, как и ожидалось, 3-4-5 клубней, немного. Оно округлое, красивое. Исключительно жёлтая мякоть. Ещё раз напоминаю, этот сорт выделяется своими великолепными вкусовыми качествами. Я его называю сорт для души. Потому что отдельно мы его убираем, отдельно храним. И когда к нам приезжают гости издалека, вот варим, значит, этот картофель. И его можно кушать фактически без масла, без хлеба. Но исключительно вкусный, такой душевный сорт. Так что выращивать его, конечно, нужно. Но у него два недостатка. Не очень высокая урожайность и лёжка из прихранения. Как правило, семенные клубни к весне начинают дребнуть. Но эти недостатки, они, в принципе, известны. Самое главное, что вкуснее этого сорта на сегодня нет. Ещё один сорт голландской селекции, как и предыдущий, средне-ранний, среднеспелый, называется симфония. С очень красивыми клубнями. Розовая кожура, жёлтая мякоть. Симфония, она также используется только для жарки. Ну, можно во фритюрнице использовать. Ну, для варки, естественно. Но паркокрахмалистость, конечно, уступает нашим сортам. И в первую очередь, конечно, третьей. Симфония. Отечественный сорт красавчик. Ну, назовут так, я думаю, из-за красоты клубней. Они не очень крупные, но в гнезде их достаточно много. Ровные. Ну, действительно, такая розовая, светло-розовая даже окраска. Мякоть белая. Ну, мне нравится. Выращиваю несколько лет. Красавчик. Можно использовать в кулинарии в разном виде. До этого года я изучал шесть сортов украинской селекции с Львовского агроуниверситета. Ну, вот оставил всего два. Один из них дублянская и берейная. Вот нравится мне больше всего. Ну, правда, должен заметить, что клубни, особенно в сравнении с голландскими сортами, они такие красивые, немножко кореватые. Ну, вкус замечательный. Урожайность хорошая. Лёшки с прихранением также хорошая. Сорт дублянская и белейная. Предыдущие сорта все относились к группе среднеранних и среднеспелых, наиболее урожайных и с наилучшими вкусовыми качествами для Забайкаля. А из группы ранних сортов вот у меня всего три осталось, и два из них хочу показать. Это немецкий сорт розара. Очень красивые клубни, но розовые, поэтому розара название «желтая мякоть». Сейчас он в Бурятии достаточно широко распространен. Ну, вкусовые качества у розары получше, чем у галлы, чем у коротопа. Но пока это на сегодня из зарубежных сортов, по-моему, в группе ранних самый лучший. И два сорта нашей, сибирской селекции «Алена» и «Любава». Ну, так выглядит «Алена». Это красноярская в основном селекция. Немножко светло-розовая, мякоть белая. Ну, поражаю. Неплохие результаты. Ну, там, если розовая, то здесь, конечно, светло-розовая краска. И у розары клубни более, как бы, красивее, ровнее. Ну, тоже хороший сорт «Алена». В последние годы, уважаемые телезрители, селекционеры выводят лечебные диетические овощи и диетический лечебный картофель, который нужно потреблять в сыром виде. Вот, например, вот это южнокорейский сорт, почти с черными клубнями и темной такой фиолетовой мякотью. Этот сорт выведен специально для тех, у кого повышенное содержание сахара, то есть для диабетчиков. И его нужно потреблять в свежем виде. Здесь особое содержание инулина, поэтому сейчас такие сорта распространяются в мире. И мы видим по объявлению и в Сибири, и в Дальнем Востоке, и в других. И, кажется, появились и сорта российской и белорусской серии. Это южнокорейский сорт, повторяю, для людей, у кого есть проблемы с сахарным диабетом. Ну и, наконец, из шести новых сортов, которые мне прислали с Урала, вот два, хочу показать. По моему мнению, они в этом году наиболее продуктивные были. Это сорт жигулевский. Ну что, округлые клубни, похожие на адресу, немножко мякоть, светло-желтая, вот видно здесь. И второй сорт Рокко. Вот здесь розовые клубни. Но в гнезде много, они ровные. Но золотое правило для меня и для всех картофелеводов, что любой сорт нужно изучать все-таки три года. Поэтому год, тем более, нетипичный, с очень жарким августом. В следующем году полностью я уберу эти сорта новые, отдельно положу и уже в большем количестве посажу, буду изучать. Так что посмотрим, что будет в следующем году. Итак, уважаемые телезрители, мы посмотрели, как выглядят отдельные сорта. Повторяю, в коллекции 24 сорта. Ежегодно я обновляю эту коллекцию. Часть сортов, наоборот, убираю. Но несколько слов о технологии уборки. Ну, во-первых, в этом году из-за засушливого августа и отсутствия дождей не будет фитофтороза, поэтому урожай здоровый. Это нас всех должно радовать. Хоть он и ниже, но он будет здоровый. Поэтому держать, долго сушить его не нужно. Сразу убрали, на ветру просушили и к вечеру можно складировать. Второй момент, значит, что делать с маточными клубнями. На пашне я советую не оставлять. Вот когда они сгнивают, это говорит о том, что они все отдали растению. Как мать отдает ребенку все, так и вот маточный клубень. Было очень жарко, сухо, не всегда вовремя поливали, поэтому всю влагу отдал и сгнил. Когда он цельный остается, значит, лето было другое совершенно. Их нельзя оставлять на участке, предлагаю подсушить и сжечь в печи или на костре. И, наконец, очень часто попадают зеленые клубни, позеленевшие клубни. Не важно, какого они размера, есть и крупные клубни, но можно отрезать в зеленой части и использовать в пищу. А вот такие клубни, средние, мелкие, это называется, средние, с позеленением, они превосходно подходят для семенных целей, поэтому не надо их выбрасывать. Значит, целонин, вот это, наоборот, защищает клубни. В следующем году использовать их можно для посадки. Ну, мы здесь традиционно на участке уже много лет убираем мотоблоком, я его каждый год показываю, в этом году решил не показывать, но зато хочу показать вилы, которые нужно использовать для подкопки. Это значительно лучше, чем штыковые лопаты, здесь усилий меньше. Вот обычные вилы, а вот эти вилы вот с наконечником. Вот они, считаю, на мой взгляд, идеальны для подкопки картофеля, а при этом желательно бы, конечно, иметь еще одно здесь звено, чтобы они были шире. Ну, когда клубневое гнездо небольшое, этих вил достаточно, а если оно широкое, тогда, конечно, нужно более широкие вилы. И, наконец, такое простое орудие, как копорулька, самое примитивное, деревянное, а вот это уже такое, это тоже копорулька, но сделано умельцем народным по моим эскизам. Посмотрите, насколько удобно, из проволоки здесь загнуто все, ручка, значит, сделана из дерева, и здесь даже под пальцы. Поэтому такими копорульками очень легко убирать картофель. Фактически, они являются продолжением руки. Но все же, я еще раз говорю, пора механизировать уборку картофеля, если у вас несколько соток, 5, 6, 7, 10, 20. Но если 1-2 сотки на даче, то, наверное, можно убрать и без мотоблока. Так что, желаю, уважаемые телезрители, вам в эту субботу, воскресенье начать уборку картофеля. Если будет дождь, конечно, то можно перенести на следующую неделю. И таким образом, думаю, что в Забайкале срок завершения уборки картофеля это еще следующая суббота и воскресенье. Так что урожай, который мы с вами соберем, он нас не впечатлит. Он ниже, чем в прошлом году, но он более здоровый. Я думаю, что достаточно крахмалистый. То есть, какой он есть, такой и есть. Советую убрать седы одного клубня, включая мелкие, которые можно тоже использовать в кулинарии. Итак, убираем в эту субботу и воскресенье картофель. Ну и не забываем про другие работы на наших участках. Всего доброго. Желаю высокого и качественного урожая во всех делах. Мудрость гласит, готовься они летом, а будущий урожай осенью. Эмикс У подкормит землю и уничтожит сорняки. Эмикс З защитит от вредителей вирусов и грибков. Азбука Эмикс залог вашего урожая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok